Иран Что такое тысяча ракет в обычном снаряжении? Но это боевые части весом 400-500, иногда чуть больше килограмм. Еще неизвестна точность попадания этих ракет, правильно? Вот это высокоточное оружие или нет? Или там у них промах в сотни метров? И, собственно говоря, даже вот тысяча ракет с обычными боевыми частями, ну, американцы в локальных конфликтах запускают за день такое количество ракет. Причем исключительно высокоточного класса, где промах там 3-5 метров. Во-первых, я не уверен в том, что это действительно вот оружие, скажем так, современное. Это, скорее всего, всякие разновидности скадов. И то, что вот они нанесут какой-то неотвратимый удар по жизненно важным объектам противника Ирана, в этом тоже большие сомнения есть. Это один момент. Тут еще надо добавить, что все-таки Иран длительное время находится под очень тяжелыми санкциями коллективного Запада и существенно отстал в развитии различного рода военных технологий. Ну, несмотря на то, что вроде бы там запускают ракеты, даже вроде как и спутник взлетел, но тем не менее общий уровень вооруженных сил, он еще далек от того, чтобы считать его вполне современным. Что касается выучки личного состава, подготовки младшего, старшего, высшего офицерского состава, то тут вот тоже есть большие сомнения. Во-первых, в прошедших войнах никак себя особенно не показали, но не отмечено, в общем-то, какими-то значительными успехами участия Ирана в разного рода вооруженных конфликтах. Не было каких-то таких громких побед. А что касается вот той же самой Сирии, где принимали участие и проиранские формирования, и значительная часть офицерского состава, высшего офицерского состава иранских вооруженных сил, и корпуса стражей Старо-Исламской революции, то что тут можно сказать? Слухи о их боеготовности сильно преувеличены. Правда? Вот я просто слышал диаметрально противоположные мнения по этому поводу. Кто-то говорит о том, что они прямо очень хорошие вояки, именно на земле, именно вот то, что касается в прямом боестолкновении. Слышал наоборот, что достаточно неорганизованные там и так далее. Чему верить, честно говоря, не знаю. Ну, там среди офицерского состава, руководящего состава Ирана, очень много людей, которые, ну, скажем так, им характерна необязательность, обманы, очковтирательство. Вот, скажем, он будет себя там ударять в грудь, там, руками громко заявлять, ну, типа, начинаем наступление в 9 часов утра. Ничего в 9 часов утра не начнется, и в 10 не начнется, и в 11 не начнется. Но, тем не менее, он будет уверять взаимодействующих командиров, что вот он уже успешно наступает. Это я, как говорится, не какие-то небылицы рассказываю. Это я излагаю впечатление нашего офицерского состава, которые участвовали с ними в боевых действиях и взаимодействовали с ними самым непосредственным образом. Могут сняться с позиции, уйти никого не предупредив. Вот, то есть понятие воинская дисциплина, обязательность, там, четкость в действиях, это тоже там, над этим еще им работать и работать. Во всяком случае, такого впечатления, что это какая-то неотвратимая, там, хорошо организованная и дисциплинированная сила, ну, вот, у многих людей, которые с ними хорошо знакомы, не возникло. Мы иранские возможности и военный потенциал, в общем, с вами обсудили. Надо поговорить тогда и о другой стороне. Что из себя сейчас представляет армия Азербайджана, если говорить с точки зрения присутствующей Турции, и вот этого очень тесного взаимосотрудничества, в том числе и по военной линии Турции и Азербайджана. Как мне представляется, все-таки в этом гипотетическом конфликте это будут, они выступят единым фронтом, единым фронтом. А не надо забывать, что Турция, это все-таки страна НАТО, и все вооруженные силы, органы управления, личный состав, обучены, вооружены, укомплектованы по всем стандартам Североатлантического альянса. Кроме того, опять-таки, прошедшие конфликты, в которых в той или иной степени, скажем так, даже в слабой степени, принимали участие турецкие военнослужащие. Например, они вселили изрядный ужас в армию Башара Асада. И как только сирийские военнослужащие узнают, что там есть турки, или они примут какое-то участие в боевых действиях, это так сильно охладевает, так сказать, боевой пыл правительственной сирийской армии. В ливийском конфликте они показали себя, опять-таки, что можно там им поставить жирный знак «плюс». То есть, опять-таки, все вооружение достаточно современное, военно-воздушные силы, например, те же самые, но это более 200 современных истребителей-бомбардировщиков типа F-16 различных модификаций. Это большая сила, надо прямо сказать. Поэтому, ну плюс еще, как мы уже вот с вами говорили, ведь обязательно, обязательно в случае обострения обстановки на стороне вот этого блока государств, скажем, ну выступят и другие, выступят и другие противники Ирана, с которыми у Тегерана достаточно напряженные отношения. Вот Саудовская Аравия в той или иной степени. Опять-таки, военные расходы Саудовской Аравии на 2 или на 3 миллиарда там меньше военных расходов Российской Федерации. Там тоже есть... Были года, по-моему, когда она даже превышала. Да, там есть чем, там есть чем помахать перед носом Тегерана, скажем так. Израиль воспользуется этой возможностью, поскольку все-таки... Ну, тем более, что военное сотрудничество Азербайджана с Израилем, оно известно, и Нагорный... События вокруг Нагорного Карабаха показали о том, что там те же беспилотники... Ну, скажем, оно не то, чтобы известно, оно идет по нарастающей, по нарастающей. В частности, ведутся даже разговоры о поставке систем противоракетной обороны для усиления противовоздушной противоракетной обороны Азербайджана. Ну, это различные модификации из нитроракетной системы ЭРУ. Уже такие переговоры, ну, стали достоянием общественности. Значит, уже дело в этом плане зашло далеко, если они стали достоянием общественности. Продолжение следует...